Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у меня новость из магазина. На продажу выставили М4А2 МЕ4 Шерман. Что машинка собой представляет и что собой представляет предложение, сейчас покажу. И сразу, ребят, для тех, которые хотят сказать, что я просто как попугай озвучиваю то, что есть в магазине. Нет, ребят, не совсем так. Я снимаю видео для тех ребят, которые увидят мое видео раньше, чем попадут в игру. И, возможно, какое-то предложение из тех, которые я озвучиваю, их заинтересует. Ну и, соответственно, у них будет повод зайти в игру раньше и это предложение не пропустить. Итак, ребят, за 4 бакса нам предлагают Шермана. Это коллекционка 5 уровня. Есть 7 дней према к нему. Это существенная прибавка, потому что, ну, более годного, я бы сказал, в наборе практически ничего нет. Если не считать Х5 опыта на любые танки. Но, ребят, их всего 5 сертификатов, поэтому особо жирным предложением я это назвать не могу. Что касается по 50 бустеров опыта и опыта свободного, то, честно говоря, ну, такое. Можно их, конечно, там округлить и получить таким образом эпические бустеры, они редкие. Но, в целом, ребят, бустеры, они как бы выгоднее неокругляемые. Поэтому не знаю. Я когда за бустерами не гоняюсь, поэтому не могу сказать, что это тоже прям очень хорошая вишенка на торте. Понятное дело, что есть место в ангаре, есть открытое все оборудование, но оно настолько дешманское, что в целом, ну, как бы я сомневаюсь, что разработчикам стоило чего-то дать вам это в подарок. Поэтому я не могу определить даже цену этому в деньгах или в золоте. Поэтому, ребят, просто есть да есть и слава богу. Что касается вот этих вот двух прикольчиков, ну, а именно камуфляжа, а нефритовые осколки, мне, честно говоря, он вообще не нравится, камуфляж. Я к камуфляжам отношусь спокойно, а этот меня вообще как-то не впечатляет. Ну и что касается вот этого конкретно прикола, обвеса не пробил. Мне он не нравится прям совсем-совсем. Я могу объяснить почему. Потому что смотрится это, ребят, ну, просто как-то по-детски. Мы играем вроде бы в танки. Да, иногда мы фанимся в каких-то веселых режимах, но вот такое вот совсем детсадовское прикольдосное детство, ну, как-то не совсем смотрится на машинах. Я понимаю, что, возможно, я не прав, но мне, допустим, нравятся больше такие обвесы, как Орел, допустим, на фалконе сидящий, да. Окей, там еще хоть как-то можно это понять. Но, честно говоря, вот эта вот дурында, торчащая с бочины, ну, ни о чем. По крайней мере, мне так кажется. Что, ребят, думаю по поводу этой машины? Дело в том, что у меня все вот эти вот товарищи из всей этой братьи очень сильно вымораживают. У меня есть ряд машин из этой серии. И сейчас я их покажу, то, что конкретно я смог собрать в своей коллекции. Если я не ошибаюсь, вот у меня есть Шерман Лозы. У меня есть Рудольф. Тот же самый, да, там, по сути, на том же самом корпусе, чуть-чуть перерисованный. Где там еще у меня есть? Ну, вот это действительно машинка, стоящая М4, FL10. Она кардинально отличается от всех товарищей на подобных станинах. И меня очень сильно удивило своими характеристиками и своими возможностями в игре. У меня есть Highscore, который точно так же перерисовали. Короче говоря, ребят, вот этих вот машин на базе Шермана проходного, их, извиняюсь, хоть попкой жуй в этой игре. И отдавать деньги за еще одну такую же машину, я не вижу никакого смысла. А уж тем более, посмотрев на характеристики по машине, в частности, в отношении орудия. Давайте заценим с вами вместе. Заходим в характеристики этой машинки, я вам сразу скажу, с кем буду сравнивать. Значит, смотрите, на пятом уровне есть вот этот вот товарищ М4А2Е4, есть Шерман В, это тоже коллекционка, вот очень сильно похож на вот этого вот товарища. И есть проходной М4 Шерман, которого все мы знаем. Так вот, ребят, да, безусловно, по сравнению с конкретно проходным Шерманом, вот этот Шерман, либо Шерман В, вторая коллекционочка очень похожая, они преобладают существенно, они преобладают по ДПМу, они преобладают по времени перезарядки, они обладают по разбросу, но, ребят, в чем они не преобладают, так они не преобладают в пробитии. Потому что, если посмотреть сюда, то бронепробитие конкретно у данной машины составляет 106 единиц, а вот у проходного 128. И, честно говоря, это не очень приятно. Что еще более неприятно, это то, что это полнейший картон, вот прям самый-самый картонный, какой только можно себе представить. Вот здесь вот впереди всего лишь 109 единиц брони, ну, как бы вообще ни о чем. Выше вот этот вот кусочек, он имеет 121, и это с учетом, ребят, приведенки, а не в прямой проекции. Что касается верхней вот этой вот части, здесь идет тоже в районе там 109-120, где как, короче говоря, мерять с учетом приведенки, ребят. И вот эти вот две фигулины, они имеют броню вообще, слушайтесь, 25 миллиметров. Что касается по башне, если не брать маску орудия, то вот здесь вот по бокам башни 107 миллиметров брони. Дальше на уменьшение. По бортам, ребят, здесь вообще кошмар. 38, 38, это просто магнит для фугасов, ровно как и в корме вот здесь тоже 38 миллиметров. Самое прочное, что здесь есть, я нашел самое вот такое, с учетом приведенки, 52 миллиметра. Короче говоря, ребят, бортуй, не бортуй, а уж тем более, если вот так как-то тебя кто-то поймает, то фугас на тебя заходит просто красота, ну просто шикандосно. Особенно, если ты попадешь на какие-нибудь фугасницы, а их на пятом и шестом левеле хватает, ну с головой, то я думаю, что вашу машину вынесут в ангар раньше, чем вы успеете подпустить в стул, на котором вы сидите с испу. Вы, ребят, простите меня, пожалуйста, за высказывание. Возможно, ну, немножечко перехожу к границе, но просто у меня немножко закипает, когда я вижу, что за 4 бакса, а это, ребят, по правильному, по грамотному переведению, составляет 4000 голды. То есть, если есть годные, хорошие, индивидуальные предложения, они, как правило, идут в разрезе 1000, а иногда даже 1500 голды за 1 доллар. А здесь же с вас просят 4 бакса. 4 бакса за вот это вот, 4000 золота, да лучше за 3500 взять Т28HTC 7 уровня ПТшку, от которой все плюются, но мне, допустим, она нравится. Вот вам, кстати, ссылочка на обзор. Посмотрите, о чем я конкретно говорю, и вы поймете, почему я говорю, что за 4 бакса вот это вот брать, ну, в край, в край неправильное решение. Что хочу сказать по поводу вот этого вот в виде фарма. Коэффициент фарма заявленный 159%. Вроде бы, как бы, типа нормальный процентик. Но, ребят, все-таки согласитесь, 5 левел не совсем для фарма. Это, во-первых. А во-вторых, на нем нафармить, я думаю, будет туговато. С учетом того, что у него там пробитие в 106 единиц, против кого бодаться будешь, и картон полнейший. Ты просто не успеешь набросать свой ДПМ, который заявленный, кстати, составляет. Урон в минуту 1372. Да, пускай там добавите оборудку, еще какую-то дребедень, у вас получится по максимуму 1560, там, приблизительно. Кстати, цифры те же самые, что на Шермане В. И эти машины просто капец как похожи. Потому что, смотрите, у Шермана В доходность, да, хуже. 108 единиц вообще ни о чем. Скорость немножко хуже, здесь 50, сколько там, 52, если я не ошибаюсь, километров в час, да, там. Ну, что касается Шермана В, там, по-моему, 48, опять-таки, если не ошибаюсь. Все же остальное тупо один в один. Пробитие 106, ДПМ тот же самый, 160 единиц урона. Вроде бы прикольно для пятого левела. Как правило, для средних танков одевают на шестой левел 160 единиц урона. Но, ребят, в целом, как бы там, разброс великоват. Время сведения тоже великоватое, долговатое, если быть точным. Поэтому, ребят, машинка не сильно реализуемая в бою. Я бы сказал, сильно нереализуемая. Я встречал Шермана неоднократно, он на меня не произвел, как противник, абсолютно никакого впечатления. Ты просто выезжаешь, разбираешь его, обкидаешь в него фугасы, почем зря. Отправляешь товарища в ангар, где он подтирает сопли и грустно плачет. Поэтому, ребятки, я и говорю свое субъективное мнение по поводу того, что данная машина, она не стоит реально 4 бакса. Если бы ее предлагали, хотя бы там за 2-2,5 доллара, вместе с тем, что в нее насыпали, да, типа 7 дней према и так далее. Еще можно было бы рассмотреть каким-нибудь коллекционерам, либо ребятам, которым прям вообще нечего взять. Но за 4 бакса, уж простите, меня лично жаба давит. Я бы мог задонатить, конечно, приобрести себе данную машинку. Но, честно говоря, тратить 4000 голды, ну, которые я могу приобрести за 4 бакса и за них уже приобрести что-то годное, я не вижу смысла исключительно делать это ради обзора, для того, чтобы снять, ну, я бы сказал, такое, знаете, одноразовое видео. И больше эту машину никогда не выгонять, точно так же, как я не выгоняю из ангара всех тех Шерманов, которые у меня скопились в том или ином внешнем виде. Тот же самый Шерман Лозы играется гораздо лучше по одной простой причине. Да, это 6-й левел, ребят, я согласен с вами, что вы там скажете, что сравнил 5 и 6. Но нет, ребят, давайте посмотрим, здесь пробитие побольше, урон тот же самый, здесь время перезарядки меньше. Да, пускай здесь ДПМ там не намного выше, да, но он выше и он приятнее, и разброс меньше, и время сведения как бы тоже божеское. И, честно говоря, Шермана Лозы продают намного выше ценникам в голде, чем сейчас предлагают нам М4А2Е4. Ребятушки, если вы со мной не согласны, обязательно пишите в комментариях, почему вы со мной не согласны, и почему вы считаете, что данная машина годная, если она у вас есть, вы на ней катаете, и, соответственно, можете привести какие-то конкретные примеры. Если же вы за честность ту, которую я пропагандирую по поводу обзоров, подписывайтесь на мой канал по вот этому желтому шильдику, я вам обещаю, что я никогда не буду вам рекомендовать приобрести себе хоть что-либо за какую-либо копеечку из того, что может вас потенциально расстроить, но и не предоставить вам всего того удовольствия, на которое вы рассчитываете. Поэтому, ребятки, если вы за честные обзоры, повторюсь, подписываемся на мой канал, ну и увидимся в следующих видео. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего вам мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.